добрый день дорогие зрители канала садовый мир мы вместе с вами в прямом эфире посеяли вырастили до пикировки распикировали перевалили рассаду сладкого кустарникового острого перчика и у многих из вас растет такая красивая товарная зацелованная в носик рассада но каждый год совершается одно и то же знакомые друзья заслужиться приносит плошки с остатками рассады которые пристраивают друг другу ведь сорта гибриды просто замечательные а мы им жизнь дали нужно как говорится их пристроить хорошие руки поменяться и получить как говорится новый посадочный материал очередную головную боль себе хозяйства вот у меня тоже остается вот такие сеянцы которые держу всегда с запасом на всякий форс-мажорный случай мало ли животное прокинуть дети или что-то произойдет в рассадном периоде мы не страхованы ни от каких форс-мажоров поэтому как работать вот с такой рассады как ее подстраховать вывести как говорится в люди получить не урожай давайте поговорим сегодня об этом более подробно при работе такой рассады есть несколько нюансов первое для того чтобы снизить максимально нагрузку на корневую систему ведь ее уже потревожили вытаскивая хорошие экземпляры для пикировки перевалки это как говорится остатки сладкие второе создать максимально комфортные условия уже после вот таких манипуляций и третье потом поддержать в момент доращивания до высадки на постоянное место берем рассадные контейнеры неважно какие то будут объем литр полулитра зависимости от того как быстро вы садите вы свои перчики на постоянное место вот эти красавцы у меня пойдут именно уже для людей которым я дам качество рассаду поэтому нужно сейчас и немножко привести в порядок что делаем наполняем контейнер не забывая про дренажные отверстия примерно на одну треть это у меня питательная почва грунта желательно брать обеззараженный поскольку растения у нас и так уже настрадались в тесных емкостях они видите даже уже кто в лес кто под рова искривляются зависимости от источника освещения вот мы с вами заполнили контейнер скажем так на одну треть что делаем дальше вот сейчас чтобы как можно меньше потревожить корневую систему нам нужно максимально размочить земляной ком даже если у вас будет небольшое болотце в рассадной емкости это большой плюс нам нужно сейчас максимально насытить влагой место где у нас находится корневая система залегает чтобы можно даже сказать и прям из каши вынуть распутав все корешочки как правило таких растений корни уже переплетены между собой поэтому берем аккуратненько за листочек и раскачивая чуть-чуть чтобы не надорвать всасывающие корни аккуратно извлекаем нашего красавца вот сейчас земля уже почва хорошо размочена и прям вот таким крупным комушкам вот так вот чуть-чуть придерживая за листочек не пережимая стволик ни в коем случае чтобы не потревожить магистральные сосуды мы с вами переставляем в аккуратно в рассадную емкость вот первый этап у нас с вами есть поставили сильно я не заглубляю видите таким образом когда я заполнил стаканчик примерно полтора сантиметра не одревесневшего стволика у перца у меня уйдет в почву это нормально можно немножечко заглубить если рассада переросла поэтому мы этим сейчас пользуемся дальше уже заполняем тем же самым почвогрунтом нашу рассадную емкость все дальше уже мы работаем по стандартной схеме как работаем с обычной рассадой последние штрихи чуть-чуть добавляющего почвогрунта тут самое главное сейчас не зажать корни нужно что сделать не прижимать слишком сильно а чуть-чуть постукивающим похлопающими движениями упрессовать почвогрунт чуть-чуть только около стволика немного вот я пальчиками прижимаю дальше почвогрунт нас уплотнится за счет полива и таким образом корни будут дышать и не будут в таких стесненных условиях и постепенно их нормальный рост выровнется но нужно им помочь конечно рассада по сравнению с той которую во время спекировали ведь небо и земля и ей нужно дать дополнительный импус во-первых нарастить корневую систему более качественную а это возможно только при специальных регуляторах роста и соответственно нужным на им помощник мы сейчас проведем полив вот с таким препаратом коренник мы с ним уже с вами черенковали и проливали наши скажем посевы начиная с моментов сходов на 7 10 день а сейчас просто вот этим рабочим раствором коренника от компании щелково агрохим польем наши саженцы он идет на основе 4 индол 3 масляной кислоты и соответственно он наращивает корневую систему скорость роста корней увеличивается их объем всасывающей способность и соответственно укрепляется иммунитет растения как приготовить рабочий раствор на обратной стороне если мы с вами вот так вот потянем за бирочку есть подробные инструкции на каком этапе на каких культурах в какое время нам нужно будет применять этот препаратов в каком объеме взять концентрацию правильную и на какой группе различного посадочного материала это все примите поэтому в нашем случае для лучшего укоренения поддержки вот такой рассады которая уже прошла как говорится огонь и вода и медные трубы мы с вами делаем рабочий раствор нам нужен литр чисто отфильтрованной воды который мы разводим скажем так отливаем половину в ней мы будем растворять необходимое количество и потом до ливать в основной емкость соответственно просто в половине воды растворяем необходимое количество я уже давным-давно приспособилась знаю что все в основном смачивающиеся порошки объем 1 миллилитр примерно 1 грамм дает нам нужно на 1 литр отфильтрованной воды 1 граммов грамм вот этого порошка порошкообразного вещества мы берем просто обычный медицинский шприц я желательно беру небольшого объема 3 миллилитра отрезаю то место где находится конюля видите ровно под нолик и таким образом потом в тубу набираю необходимое количество порошка выравнивая на срезе и у меня точное количество действующего вещества получается сейчас просто открываю крышечку снимаю рассекатель который у нас идет для опудривания кома набираю необходимое количество корейника просто вот таким образом ввожу обрезанный шприц и таким образом у меня видите получается необходимое количество сухого порошка просто добавляю его первоначальный объем я это пол-литра получается останется только тщательно перемешать сейчас закрываю коробочку беру ту же самую например ложечку хорошо легко расходится главное чтобы не осталось у нас с вами комочков и потом вот эту концентрацию просто добавляем половине литра первоначального объем воды в итоге у нас получится готовый рабочий раствор объем 1 литр осталось самое малость соединяем две части нашего раствора все при выливании у нас раствор равномерно перемешался осталось только полить рабочим раствором корейника наши саженцы я набираю в обычную аптекарскую грушу необходимое количество раствора кстати норма расхода литра на 20 растений это при высадке в открытый грунт защищенный грунт там луночку на своем побольше но соответственно вот на такой небольшой объем почвогрунта рассадных емкостей у нас более экономичный расход поет и поливаем по краешку рассадной емкость не попадая на стволик хорошо промачиваем и оставляем наше растение в покое на пару-тройку дней ставим естественно под фитолампу наши перчики распрямятся листочки развернут у них уже такой конкуренции за свет не будет все необходимые питательные элементы у нас почвогрунте есть корневую систему макарейником вместе с вами поддержим и еще через буквально 7-10 дней после пересадки пикировки перевалки при работе с любой рассады в том числе и с нашими вот такими гримы коми перцами будем применять вот такой активатор жизненной энергии роста и развития ослабленных растений называется биостим марка рост тоже от щелково агрохим таким образом мы наши перчики подстегнем укрепим иммунитет они у нас в фазу активного роста выйдут наросят корневую систему соответственно потихонечку вырваться урожай мы с вами не потеряем дело в том что эти перчики посеяно в нужные положенные сроки естественно им только нужно время на адаптацию и немножечко подстегнуть их в росте чтобы товарный рассад у нас к моменту высадки на постоянное место уже была готова самое главное сейчас следить за режимом увлажнения и циркуляции воздуха не стать их слишком кучно чтобы не развивалась у эдема самое основное мы сейчас с вами сделали приступаем к работе с следующей рассады и пусть такие вот у вас растения не пугают если вас угостили или от каких-то форс-мажорных обстоятельств у вас нужда высадить и поработать такими россиями не бойтесь просто правильные средства используйте и все будет замечательно ваше время а Продолжение следует...